Субтитры сделал DimaTorzok В CSGO, если ты кидаешь дымовую бомбу в зажигательную, то она мгновенно тушит огонь Забавный Вообще так никогда даже не подумал бы Я вчера впервые играл в Test Drive Unlimited, это первая игра, когда тебя заставили сдавать на права Кто бы мог подумать? А ведь всё так хорошо начиналось В суде я не дропнул, несмотря на то, что раз в 20 не мог на мокрой дороге что-то вовремя завернуть Ну, сейчас я буду показывать на пшик и нет, и можно проходить Кто бы мог подумать, что в игре Test Drive Unlimited? Ты пишешь, что проверки, пишешь ли на с обоих? Так как, как бы, по идее, пишу на с обоих Ну, я пишу через Adobe Тебе есть, по крайней мере, я понял Ну, тогда, да, наверное, должен на с обоих Я еще в CSGO играю сейчас Я тоже, кстати Ну, это просто идеальная игра для подкастов, скажем так То есть, не для стримового, а для подкастов Ну, учитывая, что я просто с ботами, считай Я в DSMATCH играю с живыми игроками Потому что можно выбить там за 50-70 центов ящик Это, по-моему, прикольно Это логично Еще в DATAN можно, но DATAN Нет, DATAN, ты так не поиграешь У тебя все мысли в игре будут Ладно, это да Я даже, вроде как, пытался это делать Парать Мне очень, ну, очень уважаюсь примеров Которые мне нравится хорошо играть в DATAN И говорить на не DATAN-овские темы А есть темы какие-то не DATAN-овские? Ты че? Сегодня впервые я видел какие-нибудь То ли школьников, то ли студентов Которые сегодня шли по городу И обсуждали очень эмоционально DATAN Я всегда думал, что это какая-то Немного андеграундовая тема То есть, ты кругу друзей не признаешься, что играешь в DATAN Это только в интернете так Ну, видимо, да В реальной жизни DATAN Это как и любая, ну, очень обсуждаемая игра Вокруг нее много бреда, мифов и легенд И сереж там играет одни дети Но детских голосов в чате я не слышал уже очень-очень давно Уже несколько лет Хотя, конечно, были дети Они просто поставили себе Все дети уже давно разобрались, как менять себе голос Ну, я только что-то не разобрался Ты уже вырос, понятное дело Девский Ты мне... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Сгори, гори, ясно Ну, сгори, пожалуйста Есть! И теперь тушим Блин, так прикольно С DOT примерно так же Только еще больше злости и мата Это где ж злости и мат? Я наоборот радуюсь Не, ну вот в DATAN так не получается Ну, значит... Ты в кентре не зависишь от своих тиммейтов Ну, особенно если играешь в Дисмач Особенно если играешь с ботами А в Dota это единственная игра Которой ты ненавидишь своих союзников больше, чем врагов В Dota ты, по-моему, ненавидишь саму Dota больше, чем всех Ты ненавидишь себя, ненавидишь... Есть только две игры, которые ты одновременно любишь и ненавидишь Это Dota и Dark Souls Я бы еще FIFU назвал Нет, ну футбол он добрый какой-то Ну, я понимаю, что там тоже обида поражения Особенно мультиплеер Да у меня рожа чешется, когда я нервничаю В футболе я часто нервничаю Не знаю, с чем это связано Не знаю, я как-то проще отношусь к футболу Ты мне скажи Мы созвонились с тобой для определенной конкретной цели Давай начнем с того, что меня зовут Юрий Пятковский У меня есть одноименный YouTube канал, который называется тоже Юрий Пятковский Ну, ты это напишешь в описании, но я же должен голосом представиться Ты никому ничего не должен К сожалению, есть обязанности перед зрителями и слушателями На канале в основном видео на тиммете у компьютерного железа, комплектующих аксессуаров и прочего Смотрите, заходите, подписывайтесь Недавно вышло видео ТОП-5 лучших ноутбучных процессоров То есть, ноутбук с каким процессором сейчас стоит купить? От дешевых моделей до флагманских Когда ты сказал ТОП-5 ноутбучных процессоров, я думал, ты продолжишь Какие самые лучшие ноутбучи и какие в них процессоры самые лучшие Но ты, к счастью, этого не сказал Итак, Юрий Пятковский, замечательно Ссылка в описании будет под видео на Рот Нейшн Ты можешь, в принципе, на любом нашем болтливом стриме это дело говорить Ну и буду Неизвестно, как я буду это дело заливать Буду ли вообще, может оно все протрется в очередной раз Мы и так пилически болтаем Ну да, вот я же Невелика потеря Невелика потеря Тем не менее Кулеры Если, ну, скорее всего, никто не знает, о чем будет речь идти Ну явно не про кулеры с водой, которые в офисе стоят В которые поставляешь стаканчики Ты недавно узнал, что эти кулеры в офисах Они еще и горячую воду могут подавать Причем реально вот кипит Орк Ну окей Я давно это знал Для меня вот это стало откровением Я как любитель попить теплой водички Ну особенно в холодную пору года А на тебе гейзер, блин Выдает Не, а ты знаешь Охлаждать таким кулером свой компьютер Это будет очень не мейнстримно Это будет очень Это в этом есть Да Только не горячей водой Ну, кстати, суперкомпьютеры охлаждают горячей водой Зачем? Почему-то, не знаю Может ошиблись, когда проверяли Но доказали, что это более эффективно В горячей воде Может теплой, я не знаю Но не холодной точно У нее выше теплоемность Ты не понял? У них весь интеллект ушел на создание суперкомпьютера И не начали жестоко тупить во всем Так вот Я немножко повыяснял за счет Кулеров Что-то захотелось просто-таки обмазаться Кто надымил? Су**ки убью У меня соревновательный режим Я могу Тиммейтов могу крошить А в десмате, кстати, нету гранат Это проблемы десматча Ну, я не очень люблю после Battlefield Спам Гранат Особенно из подствольника В контре они лучше всего бросаются Но вот отдача именно меня в контре не радует Это мне практически То есть не сказать, что в этой игре вообще нет физики Но вот с удачей там, да, там странно Я в Source очень люблю В Source я очень люблю Source это один из лучших бешков всех времен, по моему мнению Это да Напомню, что на Source сделаны, как минимум, еще две игры хорошие Это Vampire Masquerade И Dark Messiah of Might and Magic И еще раз Где, где, в принципе, стрельбы-то особой нет Не знаю, зачем ты их приплел Ну, это движок не только физический Это движок еще и графический Ну, мы обсуждаем, как бы Ну, мы пытались обсуждать И еще, если ты уже говоришь про стрельбу То игра Rust Типа, один Rust И пи*** Ты знаешь, я даже запихивать это не буду Это настолько правда Это скабрезность, но правда Где-то из этого Так вот, я выяснил по поводу кулеров У кого? Ну, вообще, у интернета Знаешь, дядя интернет И прочитал, что есть... Тетя локальная сеть Тетя локальная сеть Тетя Винт У меня будет возможность взять на тестирование Жесткая, тетя Жесткая, вообще, жесткая Будет возможность взять на тест Я тебе, по-моему, говорил Титан, какой-то Dragonfly 4 Это не странная картинка Пошлую показывал Которую ты нагуглил по этому поисковому запросу Оно выдало мне первым по этому поиску Я не искал титан гель Вывод, значит, эротические игрушки и аксессуары Более популярная тема гугления, чем процессорные кулеры Раз выдает первым Ты знаешь, я даже спорить буду Окей, я... Можно по Яндекс.Портстату Проверить количество поисковых запросов Который у нас успешно забанен Ну да, к сожалению Это, наверное, единственный сервис По которому я буду скучать Потому что аналог есть у Угла Но он немного не так работает Он ориентирован на заказ рекламы У Угла же И показывает там довольно странную статистику Но других аналогов пока что я не нашел И, видимо, их и нет Так вот Искал же я кулеры Нашел на тест кулер Титан Драгонфлайт 4 С четырьмя теплотрубками С хорошим радиатором 120 миллиметров диаметр Или радиус В этом я еще не разобрался Но Пятковский Это тот товарищ С которым я сейчас общаюсь На случай, если вы не поняли еще Он мне сказал, что это не очень Вещь И я Пошел искать дальше И я выяснил, что у Титана Подшипники Созданы по технологии У них Как она называется? Z-ось Вращение Или как? Ну Ты же гуглил Про Секс-игрушки Ты рассказывай Про Титан Я не помню Я помню про секс-игрушки А не про Успрощения Вот это Обалдеть Это примерно Когда я посмотрел Фильм Джон Уик 2 И после него Посмотрел Фильм Исчезнувшая И второй фильм Настолько На меня Произвало впечатление Что я еще Про него думал Примерно Ну Весь вечер И следующее утро И напрочь Вылетел у меня Из головы Джон Уик Я вот помню Отдельные моменты Экшн-сцен Но я не помню Первый сюжет И чем собственно Фильм закончился Ну так Очень смутно Так вот Там А подшипник скольжения Есть И подшипник 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 скольжения Там Z-axis Там он По-моему Какой-то нарезной Или что-то Что-то вроде Че ты Пугаешь меня Я не буду Гарантировать На 100% Потому что Я в теме Шарю плохо И Простой Гугл Там Простой Гугл Самый простой Гугл Выдает Буквально В первом же Запросе Всю информацию Которая нужна Что я хочу Сказать Есть Я знаток Глок 18 Это Я Да ты Что Да ты Что Какой Кошмар А мы Не знали Не Может кто-то Действительно Не знал Так что Я замолкаю Я замолкаю И в чем фокус Ты мне по-моему Рекомендовал Какой Кулер Би Квайт Ну да Это бренд Кулеров Би Квайт Кулеров И блоков питания И корпусов И термопаст И водянок И бренд А и корпусов И вентиляторов Вот теперь Реально все Когда-то еще Кстати были мышки Хотя назывались они Ревелтек Но вроде как Перестали их выпускать Короче спонсор данного подкаста Би Квайт Только тихо Да по секрету Би Квайт Только тихо Так вот Выяснилось что У Би Квайта Привет Богдав У Кулиров Привет Богдав Привет Богдав Пиарщик Би Квайта Если что Кто бы ты не был Кто бы ты не был Пиарщик Би Квайта Я бы познакомился если что В любом случае Если выйдет запись Хорошо будем Будем пиарить Би Квайт Всеми силами Говоря о Титане Так вот Выяснилось что У Би Квайта За ту же стоимость Даже дешевле Нет не дешевле За ту же стоимость Покупается Там 900 гривен на розетке Покупается кулер С Обычной Осью вращения Осью скольжения Точнее У Титана За ту же стоимость Z-axis Или Z-ось скольжения Которая как бы лучше И ресурс Этого дела Там в два раза выше То есть Надежность в два раза выше С 30 тысяч часов До 60 тысяч часов И Я это сказал Пятковскому Пятковский это тот Кто сейчас На стриме На подкасте На видео Ну я думаю Это уже лишний повторять Который раз Это юмор Ха-ха Странный юмор Что я могу сказать Так вот Пятковский мне сказал Что Есть нюансы Пятковский Какие нюансы Рассказывать Ну во-первых У меня привычка такая Что мне говорят Это все говно Ты не прав Даже если прав Я прибирать начинаю Привычка такая Да Я не знаю Что такое Затексис Что они назвали Этим Громким слоганом Я знаю Что есть два типа Вентиляторов Это Втулочный Он же нарезной Он же рифл Про который ты говорил Это за тексис Да Ну такой же Такой же Вот у Би Квайта Моделька Называется Би Квайт Пьюр Рок Не путать Пьюр Рок Слим Он поменьше Вот он тоже Такой же А есть Более долговечный Вентилятор Причем там Не в два раза Как ты говорил А там раз в десять Это на гидродинамическом Подшипнике Да Я знаю Там Самосмазывающиеся Какие-то такие Ну Смазка Смазка есть Силиконовая И у втулочных Ее Можно долить Другое дело Что она Если она не родная И хорошо туда не залита То она Довольно-таки Быстро обратно Вытечет И будет то самое То есть вентилятор Не ломается Вентилятор просто Начинает противно Жужать Ага Ну окей Окей Ну я там Прочитал Что Ну Шестьдесят тысяч Часов Для вентилятора Это в принципе Недурно Потому что Это семь лет Непрерывной работы Ну это Во-первых Идеальная ситуация Да С одной стороны Да С другой стороны Нет В зависимости От производителя Это может быть Как Достижимые В идеальных условиях Время Так и Наоборот Минимально гарантированные То есть Здесь все очень Размыто На самом деле Поэтому Не знаю И вообще Типензилятор Он довольно-таки Условен То есть Крутой Бигвайт Втулка Которая В теории Хуже Может проработать Дольше Чем Гидродинамика Какого-то бренда Попроще Ну да То есть Лучше Как ты говорил Или это не Ты говорил Лучше Хороший Блок питания На 400 ватт Чем Хреновый На 700 Это Я думаю Любой скажет Да Я же тоже думаю Любому Припиши Не ошибешься Ну это точно Не моя Кронная фраза Я бы Наверное Похитрее Закрутил Ох ты Ох ты Крутилка У тебя У тебя Точно Z-axis Накручив В одном месте Хе-хе-хе Рядом Куда Куда Титан гель Эротически Заливать Надо Нет Это же По третьей части Не Фу Фу Я Я случайно Нагуглил Вы не подумайте Мне там У меня там Все нормально Мне Z-гель Не нужен Первая выдача Она же Ну ориентирован Твоих Простых Поисковых Запросов Нет Не знаю Теперь Будешь знать И зрители Тоже Не знают И знать Не будут И это Вообще Брехня Ничего Ничего Подобного Такого Нет Вообще Ничего Подобного Нет Ничего Не знаю Что еще Хотел Спросить По поводу В принципе Осей Вращения Вокруг Всяких Вещей Мы в принципе Выяснили А что еще Хотел Спросить Блин Та вот Силиконовая Втулка Силиконовая Салфетка Нет Не смазка Я тебе Скидывал Помнишь Термопрокладки Термопрокладки Господи Такая ржачная вещь Я не знаю Почему она меня Веселит Но она Ну она Довольно Интересна На ощупь А зачем Зачем Она нужна Термопрокладки Используются В видеокартах И ноутбуках Когда есть Большой Воздушный Зазор Между Чипом И Контактной Площадкой Радиатора Ну а как Они Соотносятся С Термопастой Например Термопасту Уже Намазывать Не нужно То есть Это И есть Скажем так Толстая термопаста Только не Жалкая Ну Видят Жмачки Я же У тебя Блин Спрашивал Она Вместо Термопасты Про майонез Я пошутил Что нужно Еще и Майонезом Помазать Ты Пошутила Мне Есть Захотелось Я пошел Курицу Съел В Контерстрайк Сырую Живую Ну Уже Не живую Скажем так Уже Не живую Значит И ты говорил Что их Сложно найти Ну я впервые Я вижу Вот этот Арктик Не помню Как называется Моделька 400 гривен Термопрокладка Нарезная Ну в плане Что можно нарезать На кусочки Где-то 15 на 15 сантиметров Ну на самом деле Довольно долго Должна хватить Хотя Знаешь Она нужна Обычно В количестве Там Сантиметр на 2 Ну максимум То есть Покупайте То есть Можно Можно положить На черный день И отрезать Как хлебушек Если ты Отменишь Скажем так Там Ремонтируешь Компьютеры Своих друзей Тогда Ну часто Тогда да Тебе пригодится Купится Ну или Кроме Отобьется По деньгам Но Она В принципе Такая же Хорошая Как и Обычная Термопаста Да? Ну Нет На самом деле Фишка Термопасты В том Что она Не контактирует Как бы Напрямую Она Не является Посредником Между Чипами Радиатором И она Только Заполняет Неровности В поверхности Радиатора За счет Своей Жидкости Да Своей Текучести Но не Супер Жидко И она Как густая Сметана Прям такая Сильно Густая Как майонез Не знаю Не очень Пожже Мозможно Как зубная Паста Она Довольно Разная Бывает Бывает Пожиже Бывает Погуще Я Гораз Глюбую Более Густые Ну Почему Не знаю Они Обычно Просто Намазываются И никуда Уже Не растекаются Там Потому что Может Там За рамки Чипа Куда-то Там Вылезть Потом Банально Некрасиво Ты 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 Так Смешно Сказал Я Люблю Густые Как Будто Реально Их Пальцем Намазываешь Я Кстати Пальцем Пальцем Намазываю Я Не Использую Кредитные Карточки Лопатки Используйте Нашу Кредитную Карту Гол Чтобы Намазать Термопасту Ну Да Обычно Кредитные Карточки Скидок Фострота Что-то Такое Дисконтные Карты Не Банковские Как правило Банковские Было бы Прикольно Я Кстати Не Сторонник Вот Этого Аккуратного Размазывания Я Капнул Большую Каплю Размером С Крупную Греченку Либо Мелкую Горошинку Не Которая Для Оливье Которая Для Горохового Супа Сухая Вот И Все Прижала На Сама Как хотела Так Растеклась Раз Своему Другу Стоматологу Меня Утером Пасту И Капнул Эту Каплю Он Такой Не Сори У меня Пошел Принес Свою Рабочую Лопатку Замешиваю Эти пломбы Минуты Три Размазываю Ровненько С умирением На лице А Я понял То есть Стоматологам Лучше Не Рассказывать Что Пофиг Они Не поймут Ну Не надо Стоматологи Такие Люди Стоматологи Смотрят Нам В душу Во время Работы Я Я бы Не стал Судить Я бы Судить Не стал Их Может Судить Только Бог Стоматологии Гиппократ Гиппократ Гиппофиз Гиппофизик Что Мы Еще Хотели Обсудить Или Все Думайте Только Мы Не Обсудили Ну Как Как Это Мы Это Видео Будет Называться Разносчики Мудрости Ты Типа Глупости Разносим Ну Ты Знаешь Я Ничего Такого Толкового Сказать Не могу Глупости Так Глупости Чем Отличаются Вентиляторы Во-первых Они Отличаются Количеством И Формой Лопастей Но Это На самом Деле Не так Важно Намного Более Важно Это Количество Катушек Обмотки Мотора Которые Находятся Внутри Вокруг Этой Втулки Либо Подшипника Вот У Беква Это Кресло Там Заскаливает Там Что-то Шесть Штук Или Уже Даже Больше Это Подставляет Хорошо Отцентрировать Вентилятор И он Не бьет Вот Есть Такой Вращающихся Деталей Термин Деталь Бьет Когда Она Не Ровно По центру Сложена И Постоянно Одной Стороной Бьет Либо По внешней Рамке Либо По внутренней Из-за Этого Такой Трохотящий Звук Ну Типа Паровоз Паровоз Едет Вот Появляется Паразитный Призвук Это Называется Да Вот Дешок Индитера Тихо 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 Как Называется Повтори Призрак Чего Оперы Паразитный Звук Паразитный Призвук Паразитный Призвук Мне послышишь Какой-то Оперы Призрак Я Думаю Че Ну Окей Продолжай Пожалуйста Не буду Тебя Перебивать Да Ну Это Что Относится К Вентилятору Но Кулер Процессор Не только Вентилятор Еще и Радиатор Там Уже Все Немножко С одной Сторон Сторон С другой Проще По факту Грубо говоря Железяка Наивавшки Железяка Какой-то Мне Принципи С другой Стороны Есть Модели С Теплотрухами Которые Напрямую Контактируют С Процессором А есть Которые Через Контактную Пластину То есть На Конец Теплотрубок Приварена Еще и Пластинка Я считаю Такой вариант Более Универсальным Потому что Процессор Который Мы его видим Это же не сам Процессор Это только Термокрышка Его А под Термокрышкой Чипик Он Примерно Одна четверть Термокрышки По размеру И бывают Еще варианты Где чипик Продолговатый А не квадратный И вот Зачастую Если не Под правильным углом То есть Под 90 градусов Вместо 0 градусов Поставить Кулер Через Продолговатый Чип Будет проходить Только одна Типа трубка Вместо Трех И получается Что Кулер Работает Не на пол Если У тебя Такой Процессор С продолговатым Чипом То нужно А как узнать Почитать На форумах Я сейчас Так На скорую руку Наверное Не приведу Примеры Фу Читать Это Так Тупо Крупные Крупные Чипы Крупный Кристалл У AMD FX Старых У новых Ryzen И У Intel LGA 2011 Невероятно У новых 2066 Тоже А мелкий Это Больше Серверные Решение Ближе К серверным AMD Чипы нет, а Intel для рабочих станций я бы так их назвал. А все остальные процессоры, которые самые массовые, Pentium, Celeron, Core, они как раз таки мелкий чипик, вот только не помню продолговато или уже нет, вот там действительно важно. Так подожди, а как спасает типа пластинка, которая контактирует со всеми трубками и получается, что через пластинку чипик контактирует тоже со всеми трубками. Ага. То есть, с одной стороны, как бы эта пластинка и немного ухудшает теплопередачу, потому что она из алюминия, а не меди. Я же потому и спрашиваю, мой школьный курс физики тактично напоминает мне, что... Ну, лучше меди тепло порвать только золото, но естественно, что никто из золота кулера делать не будет, хотя где-то... Да, только зубы. По-моему, на днях я видел какой-то кулер позолоченный или что. Ну, сейчас выставка Computex проходит в Тайване, ежегодная крупнейшая по купетному железу и аксессуарах. По-моему, что там... Не помню, какой бренд. То ли... То ли, то ли... Хотел сказать, какой бренд, но забыл, как он правильно произносится. Смешно. Моя школа. Смешно. Бывает, да. Криорик. Вот. То ли Криорик, то ли еще кто-то вот позолоченный. Да, прикольный, кстати, процессорный бренд, но в Украине и в России почему-то не продается, как, в принципе, и многие бренды. Ну, сейчас система охлаждения, кроме боксовых, это немножко такой мейнстрим. По факту даже для Core 7 неразогнанного хватает боксового кулера. Ну, вот у меня сейчас боксовый стоит, но я не могу... Он шумный. Это единственная шумная деталь в моем компе. У тебя просто материнская плата, которая, видимо, не умеет выставлять низкие обороты. Ну, на... На корпусном кулере, который я не знаю зачем. Он не шумный, но он и не шумный. Он средний, я бы так сказал. Я поставил приложение, которое, по идее, должно убирать, ну, выставлять минимум скорости. Но там минимум скорости, это... Я даже не могу тебе сказать, но там... Тысяча оборотов меньше не умеет. Ну да, где-то так. Ну, это очень тихо, на самом деле. Это не бесшумно, это очень тихо. Второе дело, что, видимо, под нагрузкой кулер разгоняется, но я вот на своей материнке выставил, чтобы он и под нагрузкой крутил на тысячу. Но мне какая задача? Передо мной какая задача стоит? Я хочу максимально... Вот, допустим, я сейчас играю в CS GO, да? Кулер шумит, все шумит, окей, пусть шумит. Я понял, да, для звукозаписи это важно, на самом деле, чтобы компьютер не издавал лишний звук. Ну, и я там, я посмотрел... Вот другое дело, имеет ли Титана, которым ты говоришь, вращаться на скорости ниже... В смысле вращаться? Там у него минимальная шум... Ну, минимальная скорость, это 200-150 оборотов. Там выдача шума, по-моему, 5 децибел. 150 оборотов, я что-то не припоминаю. Других вентиляторами Big White, которые стартовали на таких оборотов. Скорее всего, это опечатка. Может быть, может там 250. Я... Я не настолько хорошо это дело изучал. Буквально, что-то там Big White как-то приселись, рассылал, что... Что-то они там выпустили, что стартует, по-моему, на 100 оборотов или 150, но это очень мало. Многие кулеры банально не могут вращаться на 500, им просто не хватает толчка, чтобы завести. То есть, если пальцем крутнуть, они уже будут дальше вращаться. А стартовать они не могут, слишком большой вес лопастей. Ну, я тебе просто скину описание, ты сам посмотришь, я еще и сам уточню. В описании видео скину, если это будет видео вообще. Если мой компьютер... Давай немного разбавим рекламой Big White, рекламой других брендов. Что еще могу посоветовать без кулеров? Я бы посоветовал Titan, потому что он приятно выглядит. И не такой дорогой, там... И два вентилятора можно посадить. Я думаю, стоит быть в описании под видео еще и... Ну, если не ссылки, то, по крайней мере, название вот этого всего, что мы говорим. Ну, и ссылки тоже, почему бы нет. Ну, или так. Если рекламировать, то всех сразу, если материть и обкладывать резиновыми... Этими самыми, которыми можно смазкать Titan. Я говорю, что Titan, возможно, недостаточно хороший. Он ни в коем случае не сломается, там, через неделю. Ни в коем случае не будет перегревать. Он просто, возможно, не самый лучший вариант за свою цену. Вот то, что я хотел сказать. Да, я говорил, что он плохой, допустим. Плохой, это сильно сказано. Ну, я все равно его буду брать на тестирование. Понятно, понятно. Я тоже никогда его не тестировал. Обзор, если ошибаюсь, его в интернете нет, по крайней мере, на русском языке. Есть два обзора. Один видеообзор и два текстовых, непосредственно. А где? А где может быть? В гугле, естественно. Возможно, ты помнишь название сайта просто. Для меня название сайта что-то договорят. Нет, не помню, они не шибко известны. И последний обзор 2013 года. А, то есть это даже не новинка? Я что-то так... Нет, так это оно... Он, видимо, новинка на нашем рынке. То есть только завезли, ну... Может быть. До этого Титан только Дешман привозил. На розетке, по-моему, на Яндекс Маркете отмечалось, что это один из самых тихих кулеров вообще. То есть натуральный человек писал, расписывал там преимущества недостатков. Не знаю я этих критиков, которых было за всю жизнь аж два кулера. Ну... Это очень... Ну... Очень... Надежный источник информации, так сказать. Ну, я всегда допускаю, что он прав и что он не прав. Я еще буду уточнять... Я сейчас просто не читаю комментарии. Значит... А я... Я туда первым делом иду. Я туда первым делом иду. Ну... Понятное дело, что... Я обзорщикам многим не верю. Ну... Если это не... Если я не знаком с другими публикациями автора. Либо, скажем так, с средним уровнем публикации на конкретном сайте. Ну, или ютуб канале. То есть... А ты мне говоришь про вообще рандомных людей из комментариев. Ну... Рандомность, она хорошо влияет на... На непредвзятость, скажем так. Во всяком случае... Это, возможно, не плохой вариант. Если мы говорим о каких-то очень массовых продуктах. Но праздник уже это сейчас все более мейнстрим. Процесс становится все холоднее. Так что... Как сердце твоей бывшей. Ха-ха-ха. Ну, может и так. Ты ч... Кто? Ублить. Эээ... Чем бешмэ? А, по поводу Титана. Ну, я тебе скажу так. Я очень ценю отзывы общественности. Не потому, что они всегда... Она всегда права. А просто потому, что это другой взгляд на вещи. То есть, вот, как, допустим, с фильмами. Там, взять какой-нибудь Бэтмен против Супермена. Эээ... Отзывы... Эээ... Эээ... Как... Господи... Простых... Хочется назвать читателей. Но это не читателей, а зрителей. Отзывы простых зрителей были где-то 70-80%. Отзывы критиков были 30-40%. И ты открываешь там кинопоиск или АМДБ, или Rotten Tomatoes, и у тебя такой вот разброс, и ты вообще не понимаешь, что происходит, какого хрена и кому верить. Но, с другой стороны... С играми обычно, наоборот, какое-то инди говно получает на сайтах там 95 из 100, а оценка пользователей там 0. Не играл, но осуждают. Эээ... Эээ... Могу так... Могу подтвердить, что это так действительно так было. То есть, критики... Я помню эту игру Fez, которая, по мнению... Fez. Да-да-да-да-да-да. Сайтов довольно многих была игрой Коден. Это был лютый трэш. Это в год, когда выше Far Cry 3, например... Оно прикольная. Fez очень прикольная. Это игра, которая... Это не даже не 3 года. Эээ... Ээээ, это игра, которая, как по мне, начала вот эту вот всю панику с инди-играми, которая была... Инди апокалипсис. 3 всадника, инди апокалипсиса... что-то там... Early Excess... Песочница и... Эээ... Эээ... Рандом. Это хорооо... Рандомная генерация и... Ээээ... Рандомная генерация и... так вот я могу сказать пример когда вот действительно твой и твоя оценка работает это бенталет и действительно критики просто облизали как кот яйца а публика вообще но 0 из 10 господи как это удалить там разве что яндекс бар не ставился при установке и я могу тебе сказать совершенно игру black desert ммошку рядом инструкция 20 пунктов как я потом уже загуглил и пример когда ты совершенно неправ твой пример совершенно неправдив это undertale не проникся это понятно что ты не проникся но это когда она вышла у нее были оценки лучше чему half-life a2 то есть все кто мог ставил есть то есть то я и многие путали игру undertale и андрейл андрейл это да 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 метро и fallout 2 вот так можно написать это реально круто потом смотрю стримы не понял а чё это за мультяшные криво нарисованная фигня но это такое это это бюджетная дань fallout 2 скажем так в закрытых пространствах если действительно интересует что-то по fallout 2 я могу просто порекомендовать модификации на fallout 2 потому что они реально крутые есть две модификации это олимп 2206 или 2207 какое-то такое и fallout of невада по-моему так это две глобальные модификации то есть они к фоллауту в принципе отношения как такового не имеют там разный сюжет разные пушки разная прокачка насколько я помню но обе эти модификации они длительностью где-то часов в 20 если ты ищешь все секреты ищешь все тайны проходишь все квесты то часов на 40 и от них действительно они действительно сделаны настолько качественно что ты тебе покажут там fallout 2 если не знаешь что такое не знаешь кто его сделал не знаешь когда тебе покажут fallout 2 и покажут 2 2 этих модификации ты по качеству не отличишь потому что я я не отличил они действительно отлично сделано у меня лучший fallout 2 ну стиля его игра это дивинти оригинал 7 хотя фэнтези вместо пост и кальциуса но я тоже я хочу тоже за сей юмор ну прям отличная игра ну fallout 2 очень редко второй части уже в сентябре выходит она уже есть первый акт из ердиок из ердиок кстати не уверен что будет русикация на старте там диалога много юмора много хотелось это все хорошо понимать для меня это было проблемой английский изучать надо я тебе говорил смотри английских ютуберов побольше ты не для того это делаешь ты их не то что смотришь ты их слушаешь ну слушать тоже не могу писать статью и слушать что-нибудь а я я могу я кстати могу но не всегда у меня для этого какие-то стримы обычно включены но в последнее время я вот сложил свой ноутбук трансформер как этим домиком экраном к себе и запускают там на колонке вывожу какой-нибудь linus tech tips или хороший выбор и смотрю когда мне два два худших самых бредовых на хардверных канала на ютубе выбор конечно у тебя что хороший выбор это единственный канал на ютубе по технике который можно долго критиковать ну как я это делаю но учитывая что у linus самый крупный англоязычный хардверный канал а макса хорошего выбора самый крупный русскоязычный так что пацаны видимо критикой 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 хейтерс хана хейт 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 аллигейтерс гана аллигейт я это дело включаю на фон и собственно таким макаром я как бы и узнал и про термопасту как ее наносить и про кулер и и про нвидиевские новые карты главного земли как кедр когда-то наносил термопасту весь тюбик выдавил вырубался через пять секунд после старта кедр а нет кедр меня кстати на работу в свое время не взял не знаю почему я тогда еще был очень сильно в поиске и был очень сильно на них обижен потому что скажу по секрету если бы я не оказался на root nation то я бы вообще ушел из журналистики вообще я бы наверное одежду продавал видишь что не случается от все к лучшему взяли бы на кедр не попал вот на root nation ну суть в том что я чуть не лишился вообще журналистики я чуть не ушел из журналистки вообще это проблема на самом деле когда узнать на ли хочется чем-то заниматься но пока что это не позволяет жить за этот заработок ну да тут как бы на более-менее нормально я думаю будем заканчивать я понятия не имею как будет этот еще обещал а чтобы не грейство рекламой титана и биква это назвал еще несколько моделей других брендов это во-первых но кто дипкул гамакс 300 это община самый дешевый пузер который есть смысл покупать это есть серия моделей термалтейк фрио 1214 они неплохие они тихие они тонкие то есть не мешают установки высокой радиаторной оперативной памяти биква это тот же как я уже говорил модели пир рок и модель shadow rock slim это вторая и третья модели если смотреть от самых дешевых биква это залман залман все-таки шумноват он не умеет крутиться они же тысячи модельки оптима и забыл как втроя называется в общем оптиму все носик покупает потому что на дешевая заман как вариант если не найдете ничего получше и ничего потише и если вам принципе пофиг на тишину а хочется сэкономить но кто хороший конечно но не дорогие заразы что капец пожалуй не советую не столько горячих процессор чтобы был повод покупать но ты понимаешь я опять же такие изучал тему не глубоко но насколько смог и noktua это единственный в списке тип куреров у которых там какая-то сама смазывающийся но кто и бегает уже крутых брендов которые умеют для 3 на рынке 2 но только бегает если у них недостаток у них сборка не на винтах с помощью отвертки она гайка и в набор они кладут гаечный ключик какого-то мальчика с пальчика я не знаю но он очень мелким очень неудобно собирались убегла это да 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 вот это единственное что я могу прицепиться биквай эту я понял значит белокопитание биквай это довольно таки дорогие среди другим брендами то просто нет они либо дешевле при тех характеристиках либо такие же но лучше но при этом они в принципе качественны еще бы я же говорю вот лучшие два президента про еще есть неплохой претензиатор это fractal design биквай это немецкая контора но кто австрийская fractal design по моему шведская или возможно дания ну что-то в общем из скандинавских стран вот но кстати кулеры и воздушные fractal не делает они делают только водянки да вот почему я не свет убрать но кто а потому что можно уже купить за цену но кто простенькую водянку 1 1 вентилятор 1 секционного вентилятора 2 на секции 1 допустим вот это к ним круто выглядит и это пафосно очень тоже больше про пафос чем про реальную пользу скажи мне за шум но кто вроде самый тихий или нет либо вентилятор тихий который вращается на маленьких оборотах это в идеале оборотов 500 ну максимум 750 но это уже немножко нас все-таки слышно если говорить о 12 сантиметровых соответственно если больше диаметра 6 14 метров значит но при тех же брата будет еще шумнее но обычно фишка в том что диаметр больше может вращаться на меньших оборотах прокачивать тот же объем воздуха а я забыл что ты спрашивал насчет шума у тебя спрашивал второй шум это вот эти паразитные призвуки которые вызваны во первых не оцентрированным вентилятором который бьет и во вторых еще дает паразитный шум всегда вопрос просто настолько насколько он громкий это шум метод регулировки скорости вращения то есть два метода это одессе direct connect прямое подключение то есть когда на вентилятор подьется больше или меньшее напряжение но так с процессами вентилятор не делают если 10 то он будет всегда вращаться на стабильной скорости это самом деле неплохо мне нравится такой подход выставляет себе скажем оборотов там 600 если массивный радиатор и большого диаметра диатор то это хватает даже под нагрузкой и есть шим когда вентилятор как бы то включается то выключается вот очень очень коротким промежутками также работает и управление яркостью смартфонов экрана ноутбуков мониторов но авто 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 подстройка нет именно эта постройка именно метод регулировки то есть вентилятор просто если хочется чтобы вентилятор вращался медленнее он просто будет включаться и выключаться с более длинными паузами то есть более длинными промежутками выключенного состояния Если хочется, чтобы он учился быстрее, он будет просто включаться и выучаться чаще и фазы включенности будут длиннее. ШИМ, он же PWM, если кто-то меня не понял или просто интересно добраться в теме, то почитайте. Ну, я согласен, я не очень четко и просто объяснил этот момент, но уж простите, что-то не получается как-то попроще и полгичнее. Возможно, контра виновата. Контра во всем виновата. Небольшую частичку, но все-таки моего мышления занимает сейчас. Ну, ты главное говори, ты главное не останавливайся и я все записываю. У меня все ходы записаны. В принципе, на этом, наверное, и все. Да, на этом все. Я понятия не имею, как будет происходить техпроцесс выкладывания этого дела на YouTube. Я не знаю, даже записалось ли оно до конца или нет, потому что я очень редко пишу именно такими большими кусками. Я хоть и уменьшил качество и все подстроил вроде нормально, но гарантировать я не могу. Поэтому, если вы нас таки услышите на YouTube, палец вверх просто за мое везение, что все прошло идеально. Если не услышите, ну, извините, и палец вверх поставить не сможете. Ну, да, на мой канал переходите. Обязательно переходите. Вы найдете на тему компьютера железа и ноутбуков. Да, ноутбучных процессоров, ноутбучи это очень интересная тема. Кстати, странно звучит, ноутбуки вроде как продаются большими количествами. Это более, ну, мейнстрим, чем самосборные компьютеры, но вот почему-то на YouTube эта тема очень слабо раскрыта. То есть, все обзоры инбуков это просто распаковки, существуют даже без включения. То есть, привез с какой-нибудь розетки, открыл коробку, покрутил в руках, винды нету, ну, что там включать. А потом уже и не возвращается к обзору после установки операционной системы. Ну, как по мне, у меня не так, у меня все подробно. Ну, у меня текстовые обзоры у того же моего трансформера, там две части, обзор технический, обзор в играх. То есть, я думаю, так оптимально. Да, ну, нужно же показать возможности ноута. Ну да. Ну вот. У тебя так или как-то по-дурацки? Да, именно так. Да даже самые дешевые ноутбуки, там, Celeron N, Pentium N, даже Таня, и их тестирую в играх, если не в новых каких-нибудь старых, там, Fallout 2, Цивилизация 5, ну, которые вроде как идут на любом ПК, но все-таки не на любом, и надо посмотреть насколько хорошо. Ну, в принципе, да. Ну, и KS, Dotka, Танчики, ну, все народно любимые игры, так сказать. Вообще не понимаю обзорщиков, которые я показываю, как тебя ведет комп, там, в Dishonored 2, который никто не купил, и в который никто не играет. Так это новинка. Ну да, но это не интересует никого игры, и я... Меня интересует, ты че? Ты че? Ты че? Ты че? Есть всего 6 игр, которые всех интересуют, прям реально всех. Это VOD, это Dota, это CS, это Minecraft, Minecraft, как ни странно, это... Ведьмак 3, и это... Из... Твоя... Твоя логика суждения уже не идеальна, потому что на 4 из 6 этих игр мне нахрать. Ну видишь, хотя бы двумя попал, а если тестировать на всяких Dishonored, Wildlands, Tomb Raider, то ты можешь не попасть ни одного. Вот в чем проблема. Я тебе так скажу, долгое время... Я все-таки хочу, чтобы мой контент гуглился, чтобы я, ну, у меня находили. А гуглят, как ведет себя такой-то ноутбук с таким-то процессором в такой-то игре. Ну, в принципе, да, но сейчас, кстати, ну, во всяком случае, когда только был популярен этот, господи Иисусе, DX12, когда он только начал работать, то гуглился Ashes, там, какой-нибудь of singularity, не потому что это хорошая игра... Я хочу, чтобы мы видели видео, гуглились на протяжении длительного времени. А, ну да, ну да, ну да. Ну, тем не менее, Designer 2, он... Ну, в принципе, ты прав в том, что... Я не критикую Dishonored, хотя мне не нравится эта серия игр. Я считаю, что Game Studios сдулась на Dark Messiah, это была их лебединая песня. Ничего лучше они не делали, хотя даже Dark Messiah была сильно проще и глупее, чем Dark Fatalis. Designer лучше, чем Dark Messiah. А чем он? Ну, Dark Messiah, во-первых, он хорош тем, что это герой мечей магии. То есть, это вселенная... Мне абсолютно пофигу на эту вселенную. Ну, я обожаю третьих героев, но лор, мир персонажей, я не знаю, кто эти все люди. И нелюди. Ну, там оно перехимичено, но тем не менее, сам софак меня радует. Меня совершенно не радует, что это... Мне нравится графон, особенно в то время, опять-таки, движок Source, про который я сегодня его вспоминал. Мне совершенно не... В игре 2003 года можно было... Печеный хлеб, а не сырой тесто. Я пытался играть в нее. Это еще до игр с крафтом. Это еще до игр, не знаю... До всех игр было. Ну, у нее возможности... У нее слишком много возможностей. Да, это ее проблема. Она слишком мудреная. Согласен. Она слишком... Я не... Я не смог ее пройти, хотя... Я... Но, да, она... Она... Ну, ты знаешь, я не могу назвать хорошую игру, которую я не смог пройти. Как... Я не знаю, я вообще редко до конца прохожу какие-либо игры. Ты что? У меня с этим проще. Ну, Designer и Dark Masai я прошел по два раза. И Designer... Потому что они короткие. Давай с того начнем. Они часов там, не знаю, меньше десяти. Эээ... Да, но десять часов... На Сае, по-моему, вообще часов в шесть приходится. Так, где я там? Десять часов тоже. Да. Ну, Арсу там, что он чисел 25 минимум, а может и больше. Не знаю, в последнее время я что-то вообще по времени игр очень сильно... Есть такой отличный сайтик HowLongToBit. Да, 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 да. И вот там это все можно посмотреть, что, сколько приходится. Там сюжетка, дополнительные квесты, выбить все ачивки, там все это указано. Я с ужасом для себя заметил, что вот в новом думе я начал зевать после восьмого часа, хотя вроде игра отличная. Я... я просто с ужасом для себя заметил. Высидел еле час. Все. Ну, покупал просто потому, что это бенчмарк. Ну, это еще было до того, пока я выдвинул эту концепцию с нужными всеми гулящимися играми, и после этого я уже игроки по дума, которые я забываю все через месяц, не покупаю даже как бенчмарк. Ну, забываю через месяц, это, конечно, очень-очень громко заявление. Есть Doom в топ 100 стима? Нету. Вопросы есть? Вопросы нет. А ты давно гуглил? Я топ 100 стима просматриваю где-то в среднем раз в неделю. Ага. Окей, окей. Окей. Ну, я могу сказать, что Doom это одна из лучших игр от того года, когда она вышла. Ну, первые части, возможно, я их в то время не играл. Причем новый Doom. Ну, не знаю. Мне, в принципе, 2016 год, да, Doom вышел? Да. Мне в 2016 году понравилась всего одна игра, это Watch Dogs 2. Все. Причем я дико ненавижу ассасинов, дико ненавижу первые Watch Dogs, люблю Far Cry 3, 4, ненавижу Primal и Blood Dragon. Но вот Watch Dogs мне что-то зашел прям отлично. Как ни странно, вот с Blood Dragon я вообще радикально не согласен, но, в принципе, окей. Что там еще было? Да все вроде, я думаю, будем заканчивать, потому что мы уже заболтались, а мне еще... Мне еще работать надо. Сколько из этого удастся нарезать полезной информацией? В смысле? Она... Каждый наш чих это полезная информация? Ты о чем? Ну, возможно. Ах! Мэн и трошки в п***лы. Трошки. Дробовый ком в лице, мэн и п***лы. Ну, что я сейчас ботом отомщу. Это, господи, это у него Негев или что? Че это такой медленный? Негев, кстати, очень прикольная штука, потому что где-то после пяти или шести секунд стрельбы куда попало, у него отдача... У него открываются сошки, да? Да, 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 это какая-то такая херня собачья. Это лучше было только в Battlefield 2 до патча, кажется, 1.4. Когда ты просто брал пулемет М249, это одна из самых косых пушек в игре вообще, ты плюхался на пузо и ставил 4 хэдшота, потому что первый выстрел всегда летит в цель. Всегда летит в цель. И все просто херевали, потому что это было не на интернет, в полях боя, а на сетевых, потому что по Battlefield 2 очень много сетевых. Прислали, Alex, это новая игра от Piranha Bytes, выходит 17 октября. Я что-то видел, что-то меня как-то... Я был очень специально настроен по первым, даже не столько видео, а артам, но посмотрел уже Resort и геймплей, там что-то там на час лишним уже есть, и знаешь, это круто. Ну, может не круто-круто, но я буду в это играть в любом случае. Я так и не смог третью годику пройти. Я пока что до конца прошел только третий Risen и второй Risen, буквально вот недавно, ну, возможно, дальше пойдет первый или уже Alex, ну, наверное, до октября все-таки еще будет время на первый Risen. А там, возможно, и до готики доберутся в руки. А, кстати... Я вот так с конца решил начать. Кстати, раз уж мы немножко попиарили всех, кого могли, то я еще G2A попиарю, потому что большинство новинок я брал именно там и, в принципе, доволен этим решением более чем. Я там жутко хочу взять дополнение к Fallout 4, просто жутко не могу как хочу взять. Это уже хорошо, что только одно дополнение, ну, полтора. То есть первый по роботам лютый трэш. Ты знаешь, чем я сейчас занимаюсь в Fallout 4? Именно его проходишь, да? Домики строю. А, ну, окей. Тогда тебе, возможно, и понравится. Вот, вот. Я абсолютно никому не рекомендую. Я дико-дико не мог построить вот этот телепорт, чтобы отправиться в институт. Там какие-то провода соедини. Я реально полчаса делал, уже гуглил и даже по видео что-то не мог понять, как она работает. И потом смотрел еще стримы и другие игроки тоже тупили в этот момент, так что не один такой. Нет, тот говод, конечно, всех круто наебал за счет того, что... Кстати, по словам, следующий Fallout все-таки будет New Orleans. И делает его не Obsidian. И там не будет ни строительства, ни даже сбора говна из говна и палок. Вот так. То есть реально вернуться к классике ролевых игр, когда ты находишь какую-то пушку и ты с ней ходишь. И тебе реально там момент его находки или там момент его получения, выполняя квест или побеждая кого-нибудь, ну, приносит удовольствие. Мне этого очень не хватало уже даже в третьем Fallout New Vegas, где все-таки были какие-то там апгрейды, ремонты и прочее. После... В New Vegas есть только... В New Vegas по сравнению с тройкой лучше всего, конечно, это снайперки. Ну да. Потому что ты находишь крысобой, ты находишь крупнокалиберную пушку и ты ходишь с ними просто всю игру, остальные просто продаешь. Потому что крысобой, он с глушителем, он с прицелом, у него очень распространенный патрон, он очень надежный. А крупнокалиберная, ты просто берешь кучу взрывающихся патронов, идешь, выносишь когтей смерти везде, где есть, идешь в ущелье когтей смерти, идешь в депо, идешь в карьер и как бы все. Четыр на фоллауте, с этим, конечно, беда. Самая крутая пуха, которую я нашел, это ППШ, ну который не ППШ, а который оружие серебряного плаща. А, это, это. Оно круто выглядит, оно круто, у него крутая анимация. Томпсон, это же Томпсон. Да, да, Томпсон, я что-то говорю ППШ, ну примерно того же класса пуха. Да, ну вот очки урона по умолчанию у меня, конечно, нулячих, то есть ей нужно обгрейдить, обгрейдить. Собирать это все говно меня очень утомляло. В фоллауте 4 одна хорошо запоминающаяся пушка, и я даже знаю, где она лежит. Свинцовый стояк, да? Не близко, нет. Я, не знаю, милишники в фоллауте, это не мои. Отлично сделано именно в четверке милишный бой. Рассказываю, я даже ее включал в список своих любимых пушек всех времен и народов. Это в одном из убежищ, еще тогда живущих, ну это по сути единственное убежище в Бостоне, которое... Я не помню его номер, но оно еще реально функционирует, оно типа на берегу озера или как-то так. И там есть пушка, типа автомат, не пулемет, который зенитный, ржачный, а именно... Господи, кто-то гранаты кидает. Боты, собственно, и кидает. Это типа что-то винтовка, да? Она называется Страж Хранителя или как-то так. И она... Я такую вещь не находил. Она покупается, она не находится. А, ну так. Это уникалка, и она покупается. Я вообще ничего не покупал, кроме лечилок. Вот. И очень зря, потому что эта пушка, она стреляет двумя патронами за один выстрел. У нее какая-то вообще безумная... Безумный показатель дамага. У нее абсолютно усачная отдача, потому что ее практически не можешь контролировать. А в Fallout 4 ты практически все можешь контролировать. И ты... Именно она отдача, она не разброс, а именно отдача. Вот что мне нравится. И ты ее пытаешься контролировать. Тебя уводит куда-то вверх, влево, вправо. Тебя уводит по всему экрану. Причем уводит почти моментально, но при этом враги дохнут. И это так весело, и это так смешно. И вообще... Вот это реально очень харизматичное вещь. Вроде два имбагана из Fallout 4 это Багор рыбацкий из дополнения про остров с туманом Фар Харбор. И это калаш из последнего дополнения про зоопарк или парк развлечений. Название я уже, наверное, не вспомню самого. Я же не играл. Ну, я смотрел. Ты смотрел? Да. Окей. Окей. Блин, калаш теперь хочу. Вот ты паразит меня напомнил. Ну, не вообще. Отдача 0, дамаг бешеный. Выглядит круто. Пуляем быстро, а что еще? Я... Я модами обмазался. Кучу новых пушек все понаставлял. И я поставил себе калаш, но я его найти не могу. Вот в чем беда. И он вроде должен где-то спавниться. И... Я поставил себе еще вал и винторез. И я их нашел. Причем нашел довольно туго. Потому что там куча гулей была. Хотя я уже 400 левел. Я там... У меня баланс полностью по езде пошел. Но играть стало веселее. И... А калаш я найти не могу. Винторез нашел. Вал нашел. А калаш не могу. Просто обидка. 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 На этом я буду заканчивать. Потому что я уже не могу играть в Counter-Strike 1.6. В Counter-Strike Global Offensive. Что будем? Как будем заканчивать? Да никак особо. Подписывайтесь на наши каналы. Мой канал. Да, если вам нравится такой вот... Напишите в комментариях, о чем вы хотите еще послушать наши разговоры на тему компьютерного железа и аксессуаров. Возможно, игр. Мы такие обсуждения можем делать хоть каждый день, в принципе. Нам... Ну, вряд ли каждый день, но... Буду интереснее темы. Почему нет? Ну, любая тема интересна, если ведущие харизматичные. Я говорю себе. О себе, конечно же. Я понял, я понял. Все. Я понял. Да, подписывайтесь на наш канал, если вам нравится. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Я не могу. Я голодный. Если вам понравилось, как я же рыгаю, ставьте лайк. Если вам не понравилось, ставьте все равно лайк. Я люблю лайки. Я в них купаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Скажи, пока я запомнись уже. Ты меня не это самое. Не торопи. Я люблю... I love to take my time, что называется. С вами был Денис Зайченко. И Юрий Петковский. До связи, ребят. Пока-пока. Е3 будешь смотреть? Ммм... Скорее всего, нет.